Галина Ивановна укуталась в плед, а её муж Николай Иванович показывает нам постель, укладываться спать в которую приходится под грузом сразу нескольких одеял. Одно, второе и третье. У каждого по три одеяла. И не простые, а вот целые матрасы. Мы сейчас пирог печём, говорит хозяин трёхкомнатной квартиры. Оттого и теплее немного стало. А вот соседка Надежда с пятого этажа рассказывает, что спит в шапке. И в её квартире очень холодно. У нас очень холодно. Здесь-то тепло по сравнению с нами. На пятом этаже? Да. Что говорят? Приезжают, что-то там походят, поделают и уезжают. Не могут наладить? Не могут наладить. А может у вас… Сегодня в жилищную инспекцию позвонила. Они сказали, нужно заявление через интернет. У нас интернета нет. И так уже две недели, по словам жильцов многоэтажного дома по улице Кошурникова 1. Причём едва тёплые батареи у жителей лишь двух боковых подъездов. Первый подъезд и четвёртый. А серёдка два подъезда. Они задыхаются. Управляющие компании «Эстет», которые обслуживают данный дом, о проблеме холодных батарей знают. И даже сочувствуют жителям, говорит директор управляшки Лариса Юдина. Однако самостоятельно провести ремонт с сетей, нагнать мощности в батарее собственников они не могут. На этой неделе собирают специальную комиссию с представителями СГК Минстроя Хакасии. Причина – это нехватка давления в тепловой трассе. То есть вызваны тепловые сети на сегодняшний день сейчас. Завтра уже все в Минстрой, в известности поставлены, все управления тоже поставлены коммунального хозяйства. Все знают об этой проблеме. Мы уже своими силами что могли сделать. Сейчас ждём специалистов тепловых сетей. Перепады давления. Ещё раз говорю. Подача тепловых сетей, где-то в трассе теряется. Мы не знаем об этой проблеме, также переживаем поменьше. Но все в известность поставлены. Все в известность. Собственникам бодрящих квадратных метров придётся запастись терпением. Проблему специалисты хоть и обещают решить, но конкретных сроков не озвучивают. Дарья Казак, Зураб Кабахидзе. Новости.